Есть вопрос поинтереснее. Он пришел ко мне, хотя это не мой вопрос, я не занимаюсь, не интересуюсь темой Второй мировой войны, эта тема мне, в общем-то, безразлична. Но вопрос, вероятно, связан с позорным провалом фильма «Зоя». «Зоя» не стал смотреть, как известно, даже так называемый народ, даже тот спецконтингент, который наполнял залы на каких-нибудь холопах, коньках, гурбунках, он не пошел. Мы знаем, что кино бывает плохое, хорошее и российское, и что любое российское кино все равно имеет отпечаток какой-то необъяснимой, невероятной кустарчины. Но вот вопрос такой. Какой фильм о Второй мировой войне был бы нужен сейчас, и какой фильм мог бы заинтересовать людей? Ну, я подозреваю, что вообще никакие фильмы на эту тему не нужны. Они всегда будут проваливаться, и рассчитывать на этот вот особый спецконтингент под названием «Народ» тоже не стоит. Эта идеология вся нереанимируема. Ее можно вколачивать только дубинками, угрозами, статьями, пулями. Она нежизнеспособна. Ее вколачивают без толку, но вот без статей, без дубинок, без стукачей она ни дня не продержится. Но вот если есть желание какой-то правдой обжечь и напомнить об этих событиях, то надо, вероятно, не жуйничать и не пытаться подкрашивать и латать совковые мифы, а сделать такой обжигающий фильм о том, как сталинская армия предала и бросила без защиты на оккупированных территориях людей. Вот тех простых, потрясающих русских людей, которые были оставлены на произвол и на язычного врага под нацистами, обреченных на изнасилование, на грабежи, на унижение, на ограбление, на побои. И как эти люди, которые оставались на оккупированных территориях, совершали, в общем, свой, наверное, самый главный, самый серьезный подвиг, потому что они пытались спасти стариков прежде всего. Никакие старики не могли бы, и старухи совсем, не могли бы идти с ними ни в леса, ни идти снова через линии фронта, пытаясь пробраться на подконтрольную сталинской армии территорию, они спасали стариков, они спасали новорожденных и просто маленьких детей, вот эти вот иструдившиеся с их вечной слезой, добрые, совершенно беззащитные люди, обманутые, потому что на протяжении долгих лет они слушали про то, что от Таги до Британских морей Красная Армия всех сильнее. Они смотрели пропагандистские фильмы типа «Если завтра в поход», где на протяжении трех дней сталинская армия выигрывает любую войну. Они верили в это, они оплачивали это своими налогами, они отдавали в эту армию своих детей, и они расстались, конечно, во имя того, чтобы эта армия была, с большей частью своего личного благополучия, с надеждой на образование, на перемену жизни. Они оставались честно крестьянами, и они были обмануты, когда выяснилось, что никакой армии нет, и что вот та, которая от Тайги до Британских морей, мимо них в ужасе драпает, и они остаются один на один со смертью, с нацистской нечистью. Но есть вот эти стрики, которых надо путать, кормить, сохранить. Есть дети, которых надо тоже каким-то образом сохранить живыми. И вот в этот момент вот эти люди, для которых это страшное выживание становится самым главным в жизни, их избы являются, их дома являются единственным залогом этого выживания, вдруг узнают, что тот, кто их обманул, то есть непосредственно Сталин, посылает к ним очередного терминатора в ушанке, неважно какого пола. И этот терминатор сделает так, что и старики, и младенцы в этих пылающих избах будут превращаться в обугленное орущее мясо. Вот о чем имело бы смысл, конечно, говорить, а не муссировать в тысячный раз какие-то давным-давно надоевшие глупости.